Цымбалюк-Романовская об армянском прошлом. Будь оно не ладно. Бывшая жена Джиграханяна неожиданно разоткровенничалась. Поклонники тут же кинулись поливать ее элеем и слагать по ноге реки. Обогатившаяся и сделавшая себе имя в России, украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, на какой культуре ее воспитывали, чье творчество повлияло на формирование ее сильного и пробивного характера. Есть сила, которая противостоит любой глупости. Это наши истоки. Улыбнулась бывшая жена Армена Джиграханяна. То, что мы видели и слышали с детства. Я выросла на записях Святослава Рихтера. Слушала концерты Ноума Штаркмана, Татьяны Николаевой, Владимира Крайнева, Николая Петрова, Натальи Гутман. Я не пропускала ни одного концерта в Киевской филармонии. Это моя жизнь. И я горжусь тем, что выросла в Киеве. Многочисленным поклонникам Виталины стало интересно побольше узнать о ее украинских корнях. На Украине ничего подобного никогда бы с вами не произошло. Это невозможно себе представить даже в страшном сне. Такими словами, через Фейсбук к Виталине обратилась ее подружка из Незалежной. Действительно, вряд ли Цимбалюк Романовская могла бы на родине столь лихо провернуть такое большое дело. Ну а бывшую товарку Элину Мазур друзья предлагают Виталине физически уничтожить. Она в последнее время шокирует скандальными откровениями о происках и делишках пианистки. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok